В области прошло первенство регионального командования «Запад» по боевым искусствам. В спортивном мероприятии приняли участие шесть команд. ПН в возрасте от 18 до 45 лет выступили в 10 весовых категориях. Это отбор на чемпионат среди сотрудников и солдат Национальной гвардии Республики Казахстан, который состоится летом. На первенство по боевым искусствам прибыли более 60 участников из Уральска, Атрау, Ак-Тюбе, Ак-Тау и Женузейна. Показать свои силы мужчины вышли в весовых категориях 58, 60, 67, 73, 80, 88 и 97 килограмм. Стоит отметить, особенностью этого турнира является, что в этот раз на матах боролась и женская половина в трех разных категориях. В целом эти состязания в Ак-Тау проходят впервые. Ранее они уже проводились с Женузейни. Кроме того, на этих соревнованиях впервые также участвуют женщины в трех весовых категориях 52, 62, 70 килограммов. В соревнованиях принимают участие 62 бойца. Отобраны на этих состязаниях лучшие солдаты, сотрудники по офицерскому контракту в дальнейшем будут принимать участие в учебно-тренировочном сборах в городе Ак-Тюбе. Один из солдатов участников первенства Нурсултан из Мурзаев. Уже пять лет работает в воинской части 66-55 города Ак-Тюбе. В работу сотрудника стрелковой роты номер 2 входит в перевоз к осужденных. Рукопашным боем он занимается 15 лет. До этого он становился четырехкратным чемпионом. Выступает в весовой категории 73 килограмма. Рукопашный бой – это настоящий вид спорта, который нужен каждому военному человеку, говорит участник. В этом виде спорта необходимо не только драться, а нужно уметь обмануть соперника. Кроме того, это интеллектуальный спорт. Необходимо думать перед каждой атакой. Хотя многие думают, что это кровопролитный спорт, хочу заверить, что это не так. Считаю, что военнослужащий должен всегда быть в хорошей физической форме. Прошедший отбор примут участие в чемпионате Национальной гвардии Республики Казахстан. Соревнование будет организовано в городе Петропавловске в июле. Его посетят 20 бойцов, выступающих в 10 весовых категориях. Эжен Сабитхас, Алмат Каипов, Дедар.